В преддверии праздников и массовых гуляний противодействие различным преступным проявлениям. Актуальный вопрос. У всех будут праздники, а у нас будет усиленная работа в круглосуточном режиме. И выходные дни, и другие дни. Все должны в зоне доступа любой связи быть. Михаил Игнатьев отметил, в республике сохраняется контроль над криминальной ситуацией. И в этом огромная заслуга правоохранительных органов. И все же внимание к деталям должно быть более пристальным, отметил прокурор Сергей Легостаев. Пока же прокурорские проверки выявляют факты несоблюдения антитеррористического законодательства, которые продолжают иметь место в некоторых городах и районах республики. Не везде ограничен свободный доступ в подвальные и чердачные помещения на квартирные жилых домов. Это Красноармейский, Парецкий, Цивильский, Шемуршинские районы. В отдельных образовательных и детских дошкольных учреждениях не соблюдается пропускной режим. Батаревский, Красноармейский, Урмурский районы. Каждое министерство и ведомство ведет реестр профильных предприятий, в котором указана оценка их уязвимости. Исходя из этих данных и разрабатывается план по противодействию терроризму. Отдельная тема – законность в миграционной сфере. Госорганы пресекают факты регистрации иностранных граждан в так называемых резиновых квартирах. Однако, согласно прокурорским проверкам, не везде работа в данном направлении ведется должным образом. В этом году заведено 12 уголовных дел по фиктивной регистрации. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.